Здравствуйте! В эфире «Правовое поле». Сегодня мы поговорим о работе прокуратуры Ненецкого автономного округа по противодействию коррупции. Об этом расскажет старший помощник прокурора Ненецкого автономного округа по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Бенчуров Александр Сергеевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день, 9 декабря 2003 года, в Мексике на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенции ООН против коррупции. Конвенция вступила в силу в декабре 2005 года. В настоящее время ее участниками является 180 государств. Россия ратифицировала Конвенцию в марте 2006 года. Коррупция – это сложное социальное, экономическое и политическое явление, которое замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои. Ни одно государство не свободно от некоторого уровня коррупции. Международное сообщество и широкая общественность во всех странах постоянно требуют от публичных должностных лиц большей открытости и подотчетности. Для прокуратуры округа, как координатора деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, в этот день традиционно является поводом для подведения некоторых итогов на данном направлении работы. В 2020 году прокуратурой округа в сфере противодействия коррупции выявлено 136 нарушений закона, в том числе 38 незаконных правовых актов. В целях устранения нарушений антикоррупционного законодательства принесено 38 протестов, внесено 16 представлений, в суды подано 6 исковых заявлений, 4 информационных письма направлено в органы государственной власти и местного самоуправления округа. Два должностных лица предостережено о недопустимости нарушения закона. По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 14 должностных лиц, 3 юридических лица привлечены к административной ответственности за коррупционные правонарушения. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 2 миллионов рублей. Особое значение для эффективной работы в данном направлении имеет профилактика коррупционных правонарушений. В этой связи прокуратурой округа принимаются меры к совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции. Реализуя полномочия, предусмотренные статьей 9 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, в 2020 году нами направлено 3 законопроекта, по результатам рассмотрения которых принято 3 окружных закона в сфере противодействия коррупции. Регламентирующий порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя-нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями. А также порядок уведомления лицами, замещающими государственную и муниципальные должности в округе об участии в безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями. Реализуя положение Федерального закона об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов прокуратуры округа проверено более 4 тысяч правовых актов и их проектов, органов государственной власти и местного самоуправления. По результатам проверки выявлено более 100 коррупциогенных факторов, которые по требованию прокуратуры исключены из нормативно-правовых актов. В 2020 году по мерам прокурорского реагирования из 45 нормативных правовых актов и 16 проектов нормативных правовых актов исключены коррупциогенные факторы. Наибольшее число коррупциогенных факторов выявлено в нормативных правовых актах, принятых исполнительными органами местного самоуправления, регламентирующих порядок оказания муниципальных услуг в сфере ЖКХ и социальной защиты. Кроме того, прокуратурой выявлено 38 правовых актов в сфере противодействия коррупции, не соответствующих федеральному законодательству. По протестам прокурора правовые акты приведены в соответствие федеральному антикоррупционному законодательству. Законодательством противодействия коррупции для лиц, замещающих определенные должности, установлены ограничения, запреты и обязанности. Однако не всегда обеспечивается их добросовестное соблюдение и исполнение, что требует принятия мер прокурорского реагирования. В ходе проверок, проводимых прокуратурой округа, на системной основе выявлены факты представления служащими федеральных, государственных и муниципальных органов власти, неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, по представлению прокуратуры округа, к дисциплинарной ответственности привлечены два заместителя главы города Наринмара, предоставившие недостоверные сведения о доходах и имущественном положении. При проверке исполнения антикоррупционного законодательства Департаментом образования, культуры и спорта Ненинско-автономного округа, было установлено, что служащими указанного органа власти при предоставлении сведений о своих доходах и имуществе, а также о доходах своих супруг и супругов, не указаны сведения о получении доходов на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Главой одного из муниципальных образований округа не приняты меры по предотвращению конфликта интересов при заключении гражданского правового договора от имени муниципального образования с близким родственником. Действенную помощь по противодействию коррупционным проявлениям оказывает кадровое подразделение государственных органов и органов местного самоуправления, наделяемые законодателем все более широким спектром полномочий по профилактике коррупционных и единых правонарушений. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией мне хотелось бы напомнить вам, что в структуре аппарата администрации Ненинско-автономного округа имеется специальное структурное подразделение, которое именуется Комитет по вопросам противодействия коррупции и выполняет он функции профилактики коррупционных правонарушений в органах государственной власти и в органах местного самоуправления. Соответственно, данное подразделение, оно создано несколько лет назад, активно взаимодействует с прокуратурой региона, с правоохранительными органами, контрольно-надзорными органами и результатом этого является в основном привлечение лиц, которые допусили нарушение закона, к установленным законам ответственности. Ну, как я уже сказал, основная функция у Комитета – это профилактика коррупционных правонарушений, в отличие от тех же самых правоохранительных систем, правоохранительных органов, прокуратуры, которые в основном направлены на привлечение действительно лиц к установленным законам ответственности. Мы пытаемся все-таки на стадии до совершения коррупционного правонарушения принять какие-либо меры, которые бы способствовали минимизации возможных негативных последствий от потенциального совершения коррупционного правонарушения. В случае, если у вас, уважаемые телезрители, есть такая возможность, есть информация, вы можете обратиться в наш комитет. На сайте администрации есть соответствующие телефоны. Я думаю, они также будут сейчас показаны вам на экране по этим телефонам, либо в письменной форме. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Мы готовы совместно с вами решать насущные проблемы в этой области. Прокуратура округа продолжается работа по привлечению должностных и юридических лиц к ответственности за нарушения, допускаемые при заключении трудовых договоров с бывшими государственными муниципальными служащими. Следует отметить, что в том числе в результате принятых нами во взаимодействии с кадровыми подразделениями органов исполнительной власти и местного самоуправления, количество таких нарушений имеет динамику к снижению. Так, в текущем году по инициативе прокурора к административной ответственности по статье 19.29 КОАП РФ привлечено только одно юридическое лицо. Вместе с тем, нами активизирована работа по привлечению к ответственности юридических лиц, в интересах которых взяткодателям и должностным лицам передавались незаконные денежные вознаграждения. В текущем году по нашим постановлениям Мировым судом по части 1 статьи 19.28 КОАП РФ привлечено два юридических лица, наложено штрафов на сумму свыше 2 млн. рублей. Особое внимание нами уделяется возмещению ущерба и устранению вредных последствий, причиненных в результате совершения коррупционных правонарушений. В 2020 году прокуратурой округа в суды Ненецкого автономного округа направлено три исковых заявления о возмещении ущерба, причиненного государству преступлениями коррупционной направленности, на сумму около 15 млн. рублей. Кроме того, в доход государства по двум исковым заявлениям прокуратуры округа с лиц, осужденных за получение взятки, взысканы суммы незаконного вознаграждения, переданные им при совершении преступлений, на общую сумму свыше 900 тыс. рублей. Особое внимание прокуратуры округа при надзоре за уголовно-процессуальной деятельностью органов правоохраны уделяется работе по выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности. В текущем году органами предварительного расследования округа значительно активизирована деятельность по выявлению преступлений коррупционной направленности. Органами расследования возбуждены уголовные дела о 42 преступлениях коррупционной направленности, большинство которых связаны с получением взяток и подкупом членов конкурсных комиссий за незаконные действия при заключении контрактов для государственных и муниципальных нужд. Так, в текущем году возбуждены уголовные дела в отношении директора одного из учебных учреждений округа, которое получало от предпринимателей незаконные вознаграждения, так называемые откаты. За заключение с ними контрактов по закупке товаров для нужд учреждения. Органам следствия собраны доказательства по пяти таким фактам. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. По результатам расследования в суд направлено всего 16 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. По результатам рассмотрения судом уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в текущем году осуждено 10 лиц. Так, например, апелляционным приговором суда Ненинского автономного округа директор муниципального предприятия комбинат бытового обслуживания и благоустройства осужден к 9 годам 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 3,5 миллиона рублей. В текущем 2020 году Наринмарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненинскому автономному округу окончено производством и направлено в суд с обязательным заключением 8 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, 6 из которых закончил производством я. В том числе, 3 уголовных дела в отношении менеджеров и системного администратора Комплексного центра социального обслуживания по фактам получения подкупа за совершение действий, связанных с их производственной деятельностью по заключению преимущественных контрактов. Кроме того, в этом году направлено на суд и рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя одной из коммерческих организаций, занимающихся производственной деятельностью на территории Ненинского автономного округа, по факту получения двух коммерческих подкупов в особо крупном размере, в том числе один эпизод с вспомогательством предмета коммерческого подкупа. Руководитель указанной коммерческой организации приговорен Наринмарским городским судом к лишению свободы на срок 9 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 20 миллионов рублей. Датель указанного коммерческого подкупа приговорен к штрафу в размере 60 миллионов рублей. В ходе расследования уголовных дел в отношении указанного руководителя коммерческой организации и дателя коммерческого подкупа наложен арест на их имущество, который позволит обеспечить уплату штрафа и в полном размере. Подводя итог сегодняшней программы, хотелось бы отметить, что действенных результатов в борьбе с коррупционными проявлениями в нашем регионе мы сможем добиться только во взаимодействии всех субъектов профилактики коррупционных правонарушений при поддержке населения округа. Спасибо, Александр Сергеевич. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин